Дэн Итак, план полетов на сегодня таков. Как всегда, подборка самых свежих новостей, рейтинг наиболее востребованных игрушек недели, а на десерт, наделавшая шуму продолжение культового виртуального супер-боевика Max Payne. Игрушка под названием The Fall of Max Payne. Ключ на старт. День релиза эпохальной киберпанк-экшен-рпг Deus Ex 2 неумолимо близится. Любопытно, что практически день в день с официальным анонсом этого продукта кинокомпания Columbia Pictures объявила о приобретении прав на создание фильма по мотивам оригинальной игры. Проект будет направлять и продюсировать Лаура Заскин, настолько успешно раскрутившая картины Человек-паук, что просто нет слов. Сценаристом назначен Грег Прасс, успевший поработать всего лишь над парой картин, в число которых попал и Чужой 3. Грег также значится в титрах как концептуальный художник. Будем надеяться, что этот новичок не сумеет испортить великолепный сюжет Deus Ex и неповторимую атмосферу теории заговора, который пропитан этот блокбастер от Eidos и Iron Storm. Славная, но уделяющая так мало внимания персональным компьютерам компания Konami, точнее ее токийское подразделение, объявила о том, что разработки по переносу третьей части ужастика Silent Hill на PC уже идут полным ходом. Продюсер этого сериала, Акира Ямаока, лично заверил прессу, что приглядит за портировщиками и не позволит им пренебречь графической мощью компьютера. Пока, увы, в качестве преимущества PC-версии на PlayStation 2 называется лишь увеличенное разрешение и возможность сохраняться в любом месте игры, наплевав на утомительные приставочные сейфпоинты. Скажем честно, не этого мы ждем от хорошего порта. Однако релиз Silent Hill 3, самой ожидаемой хоррор-игры этого года, в очередной раз откладывается, оставляя надежду на то, что разработчики порадуют таки нас чем-то особенным. Отличная новость для всех любителей компьютерных развлечений. CD-центр Gigabyte расширяется. Еще больше музыки, еще больше DVD и еще больше игрушек. Помимо уже знакомых вам отделов в КДМ-маркете и торговом центре Майском, вы можете посетить новые магазины Gigabyte по адресам. Ленина 63А, магазин Arbat и Ленина 100, магазин Zarya. И помните, что только в CD-центре вы найдете самый свежий софт, новинки на DVD и, конечно, огромный выбор компьютерных игр. Движемся далее. А далее нас ждет коктейль из самых популярных игр недели. На пятой позиции в рейтинге самых популярных игр недели – игрушка под названием Mercedes-Benz World Racer. Этот продукт создан специально для убежденных ценителей автомобилей Mercedes. Гоночный симулятор заслуживает внимания хотя бы потому, что в нем представлен практически весь модельный ряд Mercedes. Всего доступно почти две сотни машин – от малолетражек до роудстеров и суперкаров. Турниры и соревнования, немыслимое количество трасс в различных уголках нашей планеты, отличный мультиплеер и многое другое, не говоря уже об отличной графике и звуке. На четвертом месте сегодня классическая RPG от Тройка Games – Temple of Elemental Evil. Ролевая игра с большой буквы, которая привлекла к себе внимание сотен тысяч фанатов настольных игр по всему миру еще задолго до своего релиза. Еще бы, ведь продукт разрабатывался под чутким руководством великого и ужасного Гэри Джиггерса – основоположника RPG как игрового жанра. Игра, несомненно, придется по вкусу всем любителям ролевых игр а-ля Baldur's Gate, и не только. Игра обладает превосходно рисованной графикой и весьма замысловатым даже для игр подобного рода сюжетом. На третьем месте на этой неделе тактический командный 3D-шутер Call of Duty от студии Infinity Ward. В игре, за разработку которой отвечали бывшие сотрудники студии 2015, создатели игры Medal of Honor, в полной мере представлены войска союзников – американский десантник, британский командос и легендарный советский пехотинец. Любители FPS по мотивам Второй мировой, игра, несомненно, порадует разнообразием миссий, включая сражения на поле боя, поиск и спасение, а также диверсии. Max Payne 2 не покидает рейтинги самых востребованных игр, и, похоже, надолго останется одной из самых популярных экшенов на PC. Классический голливудский боевик с обилием стрельбы, акробатических трюков и, что удивительно, достаточно интересным сторилайном, перемесённый на PC. Итак, Fall of Max Payne на этой неделе занимает второе место в нашем хит-параде. Ну а Лавра Чемпиона на этой неделе вновь достались игрушки под названием «Команда Стрик». Игра представляет собой очередной сиквел к культовой реал-тайм-стратегии от испанской студии Pira. Игра основана на улучшенном графическом ядре, а кроме этого на этот раз создатели прибегли к использованию 3D-технологий, что позволило очень удобно отображать закрытые помещения. Помимо всего прочего, игра порадует новыми образцами техники вооружения и, наконец, огромными красочными уровнями, которых теперь стало ещё больше. Все эти игры вы найдёте в отделах CD-центра Гигабайт. А мы продолжаем. Если вы мечтаете о лаврах Сильвестра Сталлоне, Брюса Уиллиса или, не приведи господь, Арни Шварценеггера, иными словами, спите и видите себя героем крутого голливудского боевика, игрушка Max Payne 2 именно для вас. Первая серия этого супершутера вышла два года назад, и игра до сих пор остаётся одним из лучших экшенов на PC. Что же из себя представляет серия вторая, смотрите сами. Макс Payne, герой одной из самых успешных игр в жанре экшен двухлетней давности, возвращается. Расправившись в прошлой игре с мафией, убившей его семью и подставившей под обвинение в убийстве его самого, Макс вновь с почётом вернулся в ряды служителей закона. Правда, из-за груза тяжких воспоминаний, связанных с несправедливым обвинением, он решил уйти из прежнего своего спецподразделения по борьбе с наркотиками и перейти на службу в департамент полиции Нью-Йорка, обычным детективом. Но, разумеется, спокойная жизнь ему и тут не грозит. Сюжет стал почти в три раза длиннее предыдущего. В игре появятся все те персонажи, которым посчастливилось дожить до конца первого Макс Пэйна, плюс, разумеется, некоторые новые. В целом сюжет линеен, но возможны тактические вариации. Довериться некому персонажу или нет, спасти союзнику жизнь или в первую очередь позаботиться о собственной шкуре, от таких решений зависит, хоть и не исход кампании в целом, но тактика прохождения конкретного эпизода. Но, увы, главная особенность нового сюжета не в этом. Разработчики сделали самую большую глупость, какую только могли. В буквальном смысле испортили крутой боевик, введя туда любовную историю. Причём наш, с позволения сказать, герой, испутаться-то умудрился с какой-то весьма сомнительной особой, по которой, на самом деле, тюрьма плачет. В общем, название игры «Падение Макса Пэйна» в полной мере себя оправдывает. Но давайте лучше о приятном. Приятных моментов, не считая, разумеется, обилия стрельбы и акробатических трюков, два. Во-первых, это физическая модель, основанная на движке Хаву. Мир игры практически полностью интерактивен. Любой предмет имеет свою массу, центр тяжести и другие физические характеристики. Никаких бочек, ящиков и стульев, намертво впечатанных в пол. Всё, что угодно, может быть разрушено и отброшено в сторону. Интеллект противников довольно высок и обеспечивает возможность слаженных действий нескольких персонажей. Как правило, этими персонажами будут бандиты, но кое-где и у Макса будет группа поддержки. Другое существенное улучшение коснулось графики. Она и в первом «Макс Пэйн» была не дурна, а сейчас и вовсе практически неотличима от уровня кинофильма. Особенно впечатляют реалистичные лица с меняющимися выражениями и правильной артикуляцией при произношении реплик. Прочие описываются в основном в выражениях «Ещё более». «Ещё более детализированные текстуры», «Ещё более реалистичные динамические тени», «Ещё более качественные взрывы», «Дым» и вообще эффекты, улучшенные световые эффекты, отражения и т.д. и т.п. Режим замедления Bullet Time никуда не исчез и даже напротив получил дальнейшее развитие. Уровень и степень замедления увеличиваются по мере прохождения игры. «Макс Пэйн 2» несомненно придётся по вкусу тем, кто мечтает почувствовать себя героем крутого боевика, благородным борцом с преступностью или же просто не прочь поиграть в очень красивый, динамичный 3D-шутер. Это была GameZone на канале Экспресс. Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok